люди становятся врагами иногда эти конфликты и разжигаются третьей стороной заинтересованный чтобы два человека поссорились когда понимаешь что ты не имея ничего плохого в сердце в отношении кого-то вдруг в его глазах глазах этого человека становишься врагом а потом оказывается что кто-то поработал внушил тому кто к тебе всегда хорошо относился и кому ты хорошо всегда относился что ты его враг храмжон мироносец окон нет купола разбили не сверху тоже нет окон в алтарь попали хотел бы чтобы этот образ именно был в рядах росгвардии российской федерации о том что войска национальной гвардии совместно с вооруженными силами российской федерации выполняет все поставленные задачи в ходе этой военной контр-операции да не все идет так быстро как хотелось бы но да это только лишь потому что нацисты прячется за спинами мирных граждан эта икона будет защищать русское воинство и ускорять нашу победу еще раз благодарю вас за это благословляется освещается оружие зея крепление в этой сессии честно что есть некоторые религиозные даже язык не поворачивается назвать этих людей и организации религиозными которые поднимают на щит своей проповеди мы наносим точечные удары по объектам военной структуры по натовскому штабу координирующему эту систему порабощения славян украфашисты змееныши выкормленные европой обучали своих детей уроку убей в себе русского выпустивших полуразрушенных зданиях детских садов и школ сидят эти укронацисты наркоманы их так и назвал владимир владимирович путин зная что они нашпигована тяжелыми наркотиками на следующий день вытаскивают трупы из моргов раскладывают их вокруг здания в харькове где заседая заседал этот генштаб и делают фейковые новости никакие то не фейки никакие то не фокусы а это обычная дьявольская ложь и именно ложь сегодня используется для того чтобы углубить пропасть между двумя народами чтобы сделать их врагами перед лицом друг друга по полинам у церкви нема заворчих церкви уже и нам трудно представить что есть люди которые засыпают и просыпаются с ненавистью к нам что есть люди мечтающие кататься по красной площади на танках они просто бредят этой идеей если люди которые мечтают вешать нас на фонарях и говорят об этом они мечтают об этом поэтому все очень серьезно мы все мобилизованы на информационном фронте на информационном фронте все православные христиане мобилизованы до одного человека вчера на панихиде в конце я говорил вычистить инстаграм вычистить телеграм вычистить фейсбук вычистить youtube от всего этого вонючего гнелома с которым можно мириться в мирное время на войне нельзя мириться с предателями когда все так серьезно любой любая моська залаявшая на слона считается агентом Геббельса сегодня 12 марта по окончании всеночного бдения дня недели торжества православия 22.00 по святоуспенской святогорской лавре был нанесен авиационный удар лавры в которой на тот момент проживало 520 беженцев из них 200 человек это были дети история святогорской лавры уже имеет такой опыт 14 15 год когда жители славянска карматорска дебальцево находили здесь рубежище но не было никого никогда такого чтобы по мирному святогорскую по лавре был нанесен тем более авиа удар война не началась война заканчивается и тот кто не знал что началась и давно идет тут просто сволочь потому что 8 лет подряд проклятый майдан корень и вина всего происходящего не надо искать виноватых на стороне посеяли 8 лет назад жните а как вы хотели я своими детскими у то время глазами видел ужасы второй мировой войны вот мы сего сейчас проходим через конфликт между россией и украиной ну давайте вдумаемся что реально может нас разделять мы практически один народ связано исторической судьбой мы все вместе вышли из купели киевской я сегодня вижу такие же ужасы на украине украины я не могу спокойно смотреть когда я вижу слезы матерей когда я вижу плач детей когда я вижу смерти стариков ваше святейчество вы же не так давно причащали путина а государство это те институции которые по закону имеют право употреблять силу при нуждая к повиновению в том числе своих граждан если они законы нарушают или принуждая другие страны если видят в них угрозу себя вы же посмотрите что делается по его приказу и мы сожалеем конечно и оплакиваем тот факт что на близкой и родной нам украинской земле возникли политические силы которые используя эту идею врага применительно к народу русскому будем надеяться что ближайшее время к нам присоединится молдова казахстан украина несчастная на подходе грузия отказавшиеся участвовать в санкциях но что будет с прибалтикой сами можете догадаться сегодня они поставляют как перевалочная база оружие для истребления славян и одной из целей этой геополитики является ослабление россии а на донбассе существует неприятие принципиальное неприятие так называемых ценностей которые сегодня предлагаются теми кто претендует на мировую власть сегодня есть такой тест на лояльность этой власти это гей парад порнхаб закрыли для русских пользователей нас отлучили от блага западной цивилизации порнхаб закрыли иисусе как нужно было молиться чтобы закрыли раньше нас не пустили на евровидение боже как я просил чтобы нас не пускали никогда на него чтобы этих женщин с усами и мне мужиков с грудью не видел никогда даже во сне даже случайно в рекламе вот он хваленый вонючий проклятый в корнях своих в кишках проклятый мир наживы мир брехни и мир кровопролития кадыровцы храни их бог вот вдруг оказались нежданные друзья ты нашего президента оскорбили на нашу страну пошли они кричат сначала по арабски слава богу ничто иное аллах акбар это слава богу просто аллилуйя по арабски а потом слава россии сначала слава богу потом слава россии и вы так думаете сначала господь потом все остальное стоят молятся смотри он саша снимает аллах акбар он стоит тот пацанчик что крестился до сих пор блять бедный крестится а этот на колени упал и головой в этот самый молится мусульманин кадыровец наверно и он бедный лбом по земле а тот 2 опустил голову тоже молится опустился на колени кланяйся касайся челом пола земли это означает что ты смирился перед богом до праха что ты прах и пепел как авраам сказал я никто я земля для того чтобы мир жил по-божьему они по сатанинскому потому что уже построили с нами и без нас большую сатанинскую деревню в которой есть один пахан звездно полосатый который всех учит жить по-сатанински и одна только страна в мире есть которая этому сопротивляется это матушка россиюшка и как все за все отдувается русский солдат всегда за все в истории отдувается простой русский солдат одни воруют другие блудят четвертые аборты делают пятый с ума сходят шестые сатане поклоняются седьмые уже весь мир купили с потрохами а потом вдруг все хрящ и перевернулась и отдувается за все русский солдат ось вам кинушка за раз покажет что цы москаляки голодни крадуть харчи освободители слава богу горки втекают але пограбували церкву навіть тим не погребовали залезли через это векно вкрали харчи у церкви потому что русский ванька тот самый ванька благословенный ванька вот этот стоит над горою алеша ванек ванишка тяжело меня о чем ты думал когда сюда ехал дружище ты на учениях наверно да да ну давай тогда учись ползать слышь псина куда ты идешь смотрите прилетел и сел у меня как раз колокольный звон там на телефоне просто сел на руку москаляки